Это уже дело вкуса. Ирландский боксер сейчас на средней дистанции держался. Такое впечатление, что он стремится войти в ближний бой. И так пошел вперед. Все время прямой левый бьет в разрез перчаток боксера из Венесуэлы. Еще раз напоминаю, Дэвид Гриммон, Венесуэла. Слева он сейчас. И Джозеф Лоуло в Ирландии. Англичане родоначальники этого прекрасного вида спорта. И поэтому представители Великобритании всегда демонстрируют высокую технику на различных соревнованиях. Сейчас мы представляем вам первого боксера. Провел 96 боев, имея 90 побед. Итак, пожалуйста, Алексей Иванович. Хорошо смотрится венесуэльский боксер. Мягко передвигается, чувствительный гибкий. Умело встречает, умело контратакует и видит удары противника. Вот вы когда говорили, что ирландский боксер стремится войти в ближний бой. Так вот, венесуэльский боксер за счет маневр ног, корпуса, умело избегает и в то же время хорошо контратакует. Я думаю, что первый раунд, он и для сути он хорошо выиграл, но вот он, мне кажется, должен наращивать свое преимущество за счет более высокой техники. Итак, второй раунд. Смотрите, они хорошо оба передвигаются на ногах, такие челночные передвижения, но они более такие четкие, но более правильные, что ли, у венесуэльского боксера. Видите, он так хорошо, у него левая нога впереди. Вот умело, видите, для такого классного боксера, когда левый снизу. Ну, нельзя после команды стоп наносить удары, это грубое нарушение. Вы, вероятно, обратите внимание, Алексей Иванович, что вот и в предыдущем бою боксеры очень часто пользовались ударами, различными ударами по корпусу. Это, кстати, не двойственно некоторым нашим, даже именитым мастерам. Ну, вот и заметьте, для кого было. Ну, правда, боксер Корейский, Народной Демократической Республики. А так вот, боксеры США, Венесуэлы, это где-то несколько такой профессиональная страна бокса. Там, значит, чаще работают в ближнем бою, и вот с ударами по корпусу, и с переходом на голову. Ну, давайте вот последим за боем. Хорошо, видите, встречает, хорошо отходит и мягко передвигается на ногах. Ну, венесуэльский боксер. Ну, иванский боксер их всегда что отличал? Это упорство. Они такие упорные, и если даже не всегда хватает опыта, мастерства, они, значит, за счет упорства навязывают противника в такой жесткий, плотный бой. Ну, оба боксера молоды, не совсем точно, правда, судья-информатор объявил возраст венесуэльца. Ему не 18-19 лет, а на год старше его Джозеф Лоуров из Ирландии. Ну, вот, тем не менее, достаточно опытный в районе где-то 100 боев у того-другого. Ну, да, и у венесуэльского боксера хороший, послушный список, 96 боев, 90 побед, это говорит. Вот хорошо он встретил правый, прям, видите, левый сбоку, снизу. Умело перекрывается, тут же левый боковой. Смотрите, вот хорошо. Вот, знаете, большой мастер вот проглядывается на ринге. Я бы сказал, ирландский боксер несколько такими, ну, здесь, образно говорить, кавалерийскими наскоками пытается сбить атаки соперника. Ну, вот размашистые такие удары, они иногда могут дойти до цели, но не сделают они ничего здесь. Видите, в ближнем бою неплохо выглядят оба боксера. А вы знаете, в конце раунда уставать стал венесуэльский боксер. Да, я тоже обратил внимание. Аксиму 19 лет. Он является чемпионом Ирландии. Провел 80 боев и меньше 65 побед. Объявили о том, что Чорзеф Волок чемпион Ирландии. Провел поменьше своего соперника, но тем не менее, также неплохие результаты он демонстрировал на различных соревнованиях. Я видел, когда его однажды на международных соревнованиях среди юниоров в Чехословакии, международный турнир был. Смотрите, внимательно в углу слушает тренера. Не всегда, вот, не каждый боксер может слушать. Это минута всего. За это время надо все вобрать, подготовить себя. И вот так, концентрировано. Посмотрим, что ему даст третий раунд. Итак, третий раунд боксеров второго наличайшего веса встречаются Дэвид Гриман, Венесуэлла, Джозеф Лорел, Ирландия. Ну, пожалуй, здесь все-таки более равный поединок, чем вот во встрече Чонг Ван Хо и Асэ Ведов. Да, там-то, ну, игра была в одни ворота. Здесь сильнее, конечно, венесуэльский боксер. Он техничнее. А в то же время все будет очень упорный. То есть я имею в виду не по количеству очков, которые даются, а по самому бою, что иландский боксер не сдается без боя. Здесь на турнире очень представительная судейская бригада и именитые наши судьи международной категории и представители различных стран. Ну, в частности, боковые судьи в этом поединке, например, представитель Дани Йензен, представитель ГТР Баумгард, арбитр из Корейской Народной Критической Республики Ким Эн Хо, Грек Жуэлес и пятый арбитр, советский судья Ваджава. Еще раз подчеркиваю, эту представительную судейскую бригаду возглавляет арбитр международной категории Александр Иванович Капускин. Оба боксера чувствуют, что они устали и нет такого сейчас высокого и плотного боя. Ну, вот замечание. Нельзя держать, заклонять боксера. Я думаю, что вот в четвертфинале в этой весовой категории будет интересным бой Чон Глако и Михаила Вединского. Ну, а победитель этой пары встретится с кем-то из советских боксеров. Перебуд Ежжанов в следующем бою, встретится с рядником Папяков. Вот, обратить можно внимание, вот как будто боксеры хорошие встречи, вот как будто боксеры сейчас все отдают для того, чтобы вырвать победу. А на самом деле это уже усталость, вот когда сходятся в ближнем бою, это усталость. Итак, кто же победил в этом поединке? Дэвид Гриммэн из Венесуэлы или Джозеф Лоуро из Ирландии? В этом бою победил Дэвид Гриммэн. Дэвид Гриммэн одержал победу. Боксеры полулегкого веса. Это категория до 57 килограммов. Собхал Вен. Он в белой майке и темных красных трусах. Представитель Народной Республики Кампущии. И Роберт Маккарти. Ирландия. Светлая, тоже светлая майка. Это зеленая и белые трусы. Вам легко будет различать боксеров. Итак, полулегкий вес. В этой весовой категории у нас всегда было много прекрасных боксеров. Но вот мне как-то за всю историю запомнились два боксера, которые и в одно время выступали на ринге. Это Валериан Соколов и Борис Кузнецов. Два олимпийских чемпиона, два великолепнейших мастера ринга. Совершенно не похожие в манерах ведения боя. Но действительно великолепные мастера были. Ирландский боксер, я уже в первом репортаже как-то подчеркивал, что англичане изобрели бокс. Естественно, представители Великобритании, будь то англичанин, шотландец или ирландец, они всегда, как правило, демонстрируют высокотехничный бокс, умение маневрировать, прекрасные финты, обманные удары. Мы уже видели в первый день выступление ирландского боксера. Вот еще один робот Маккарти. Оба боксерят в левосторонней стойке. Я еще раз хочу отметить, что здесь на играх доброй воли, на боксерском турнире есть много известных мастеров, призеров, победителей, крупнейших международных соревнований. Но и есть спортсмены, которые учатся, делают первые шаги на международном ринге. Ну и в частности, к таковым относятся представители Народной Республики Камбуччи. Ну, одного боксера мы уже увидели, и он заслужил, ну, буквально бурю аплодисментов за множество, характер, проявленный в бою с бронзовым призером европейского чемпионата, болгарином Карасимиром Чалаковым. Я имею в виду Сидхана Манго, представителя первого на легчайшую вес. Вот его товарищ по команде Супхал Вен, полулегковес. Команда Брек, по этой команде боксеры должны сделать по шагу назад, и затем только продолжить встречу. Ну, споткнулся ирландский боксер. Стремительно сейчас Маккарти вошел в ближний бой, и здесь захватил руки соперника, за что получил замечание арбитра. Еще одно замечание, но на этот раз получает боксер из Народной Республики Кампучи Сапхал Вен. Подходит к концу первый раунд. Сейчас вам представят комбучийского боксера. Сапхал Вен, чемпион Кампучи, 84-го года. Пассеру 25 лет. Он участвует в многих международных турнирах. Три года назад приезжал в нашу столицу и принимал участие в международном турнире с патригиами народов Республики Сапхал Вен. Прошел с преимуществом Роберта Маккарти, ирландского боксера. И точнее был. И активнее. И в высоком темпе боксировал. Правда, ошибки допускали и Кампучийский боксер, и Маккарти. Чересчур размашисто носили удары, наверное, промахивались. А сейчас бой будет продолжен. Приводит в порядок ринг. Бокс пользуется большой популярностью. Вы знаете, вчера первый день соревнований, и многие наши гости, представители различных стран, были очень удивлены, что здесь очень много зрителей. Очень много зрителей здесь, в спорткомплексе Олимпийский. Две трети зала было заполнено. Рефери этого боя, американец Урбек. В частности, среди боковых судей мы видим фамилию Виктора Савченко. Вы помните, прекрасный наш боксер, средний вес, который был чемпионом Европы, чемпионом Советского Союза и чемпионом мира. Ну, второе замечание, был удар открытый перчаткой, так что компучийский боксер может получить уже и предупреждение. Ирландец несколько снизил активность. Олимпийский, вероятно, рассчитывает на то, что компучийский боксер в виду неопытности пойдет сам вперед, раскроется, и тогда он нанесет встречный, накрутирующий удар. Но, во всяком случае, не очень сейчас, менее активен ирландский боксер. Но решил, что ли, поменяться ролями с соперниками. Так тоже бывает, если в первом раунде не сумел подобрать ключи к обороне соперника, то во втором раунде вот это отдает ему и правление в руки, а сам пытается контр-атаковать. Позвучал гонг, закончился второй раунд, и мы представим вам сейчас боксера из Ирландии, Роберта Маккарти. 21 год по роботу Маккарти. Он чемпион в Ирландии. Это его 201-й на счету 190 побед. Маккарти участник чемпионата мира. Представляете, какой огромный опыт у этого молодого боксера. 21 год, 201-й бой. Ну, я так думаю, что здесь некоторые преувеличения. Здесь, наверное, считаются бои в школе, которые потом, может быть, в колледже он провел. Но, тем не менее, каждый боксер ведет свой, так как будем говорить, свой послужной список. Вот так, 201-й бой, 190 побед. С этим нельзя не считаться. Сапхал Вен тоже постепенно набирал свой опыт. И вот он, ему, он постарше, ему 25 лет. Вот три года назад, как вы уже слышали из информации, он приезжал к нам в Москву и участвовал в спартакиаде народов Советского Союза. Ну, а для мы всех хорошо знаем, что турнир спартакиада это великолепнейшая школа мастерства. Стой! Вот вам все время казалось, что ирландский боксер должен вести бой. А вот даже в третьем раунде мы замечаем, что теснит его боксер из Кампучи. И вот сейчас, наверное, нанес прямой правой в голову в разрез перчаток ирландца. Но даже такое впечатление сладуется, что ирланец начал побаиваться своего соперника. И, наверное, неспроста. Но вот видите, все-таки опять сыграло самолюбие. Сам пропустил сильный удар и тут же ответил двумя-тремя ответными ударами. Подходит к концу третий раунд. Чуть больше минуты до финальной серии. Ну, во всяком случае, рисунок в третьем раунде. Саптолвен теснит ирландского боксера. Не думаю, чтобы ему хватило для победы. Наброных очков в третьем раунде, но забегать в то же время не хочется вперед. Последние секунды вы видите. Двенадцать, одиннадцать, десять. Очень много замечаний делают американские судья Орбек. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...